Испокон веков под окнами школы цветет сирень. Так уж повелось. Ее дыхание предвещает близкое лето, а вместе с ним приход той жизни, к которой готовился человек долгие десять лет. Именно долгие, ведь последующие десятилетия в жизни становятся все короче и короче. Может быть, оттого помним мы потом всю жизнь это лето, окрашенное в сиреневые тона, и каждый из нас в это время романтик. В романтике заключена облагораживающая сила, писал Константин Паустовский. Нет никаких разумных оснований отказываться от нее в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной трудовой жизни. Где-то в Тихом переулке у Белорусского вокзала стоит средняя школа номер 22. Когда-то была она из красного кирпича. Помните довоенные постройки? Но даже из этого нового здания вышло уже не одно поколение граждан. Именно граждан. Так называют здесь учителя своих выпускников, ибо воспитание их считают своим долгом. Почти 50 лет только в этой школе преподает русский язык и литературу Татьяна Матвеевна Соколова. Вы поддерживаете связь с вашими первыми выпусками? Да. Они мне звонят, приходят. И я учу даже их детей. По сколько же лет их родителям сейчас примерно? Если говорить о самых первом выпуске, то, наверное, около 50. Сколько вот таких единственных для нас дней было в ее жизни? А сегодня последний звонок звучит для десятых классов Веры Ивановны Пожогиной и Веры Семеновны Брикер. Что происходит на этом празднике, объяснять не нужно. Как именинников поздравляют десятиклассников все ученики, дарят цветы, оставляют на память подарки. Как видите, есть и торт. А будущие выпускники, обретя сегодня зрелость, оставляют на память педагогам частичку своего сердца, унося в нем благодарность. Ведь когда-то и Пушкин сказал наставникам, всем честью и мертвым и живым, не помня зла, за благо воздадим. Пройдет время, но сиреневое лето, прозвенев последним школьным звонком, отзовется в сердце на долгие годы.